Черви калифорнийские красные. Каждый человек знает, что плодородная почва – основа хорошего урожая. Однако, не каждому известно, что уровнем плодородия можно управлять. В основе плодородия лежат очень сложные биохимические процессы, содействующие великому таинству природы, рождению живого из неживого. В этих процессах важная роль принадлежит микрофлоре и фауне почвы, в частности, дождевым червям. Это потрясающие животные. Их уникальная способность переваривать пожнивные и корневые остатки, болезнетворные почвенные и растительные грибы, микробы и другие органические вещества, мелиорировать и структурировать почву, не дублируется никакими другими животными и не может быть полностью компенсировано никакими агромелиоративными приемами. Наверняка каждый садовод-огородник после дождя видел на поверхности маленькие кучки ореховатых образований, капролитов, если по-научному, которые являются экскрементами червей или биогумуса. Такие комочки почти не растворяются в воде и делают почву влагонепроницаемой и влагоемкой, с отличным воздушным и пищевым режимом, так как они содержат много элементов питания для растений. На земном шаре обитает более 90 видов дождевых червей. Они различны по размерам и среде обитания. Австралийские дождевые черви достигают длину 2,5 метра, наши алтайские 10-20 сантиметров, а отдельные особи до 45 сантиметров. Мне доводилось видеть червяка длиной 30 сантиметров, так что черви и у нас бывают не очень-то маленькие, на алтайе я имею в виду. Одни черви живут только в почве, к ним относятся и те, которые мы видим, перекапывая свои участки, другие в навозных кучах, в почвах, возле рек, прудов, водоемов. Несколько десятилетий назад методом селекции был выведен новый вид навозного или компостного дождевого червя, получивший название красный и калифорнийский, который способен перерабатывать любые вещества органической природы, отходы целлюлозной промышленности, опилки, отходы мясобоем и звероферм, навоз, помед, отходы производства зерна, картофеля, овощей, городской мусор и так далее, прошедшие стадию ферментации и имеющие нейтральную реакцию среды. Калифорнийский червь, менее прихотлив к пище, более плодовит и живет до 16 лет. Наши дождевые черви до 4. Имеет яркую окраску, несколько меньшую по размеру, взрослая оса 8-10 см. Действительно, калифорнийские черви мне доводилось с ними общаться неоднократно. Они, кстати, еще являются и хорошей наживкой для рыбаков. Они действительно более яркие, такие красного яркого оттенка по сравнению с нашими дождевыми червями, с местными. Средний вес дождевого червя примерно полграмма. Оптимальным его количеством считается 500 тысяч особей на гектар, или 50 на квадратный метр. 50 на квадратный метр. За сутки червь пропускает через пищеварительную систему вместе с почвой количество корма, равное весу его тела. Значит, за сутки на одном квадратном метре через желудки всей червей пройдет 25 грамм. А если учесть, что активная деятельность червей продолжается около 200 дней, количество переработанной почвы составит 5 килограммов в год. При этом, если плотность заселения выше, чем 50 штук на метр квадратный, то и перерабатываться будет большая часть почвы. Уместно заметить, что дождевые черви не объедают живые корни и не повреждают растения. Их интересуют только старые отмершие корешки. Некоторые огородники сомневаются в этом. Бывает, вот у меня такое же было. Выдернешь, ну, например, чеснок. У него корни так очень мощные, так и видно, там 1-2 червяка среди корней находятся. Это в этом ничего страшного нет. Это как раз они питаются только уже умершими корешками. А живые корешки они не трогают. Так что это только польза червячков. Красный калифорнийский червь очень плодовит. При благоприятных условиях он может еженедельно откладывать 1-3 кокона, в которых развиваются до 22 червячков. Через 3 недели они выходят из кокона и через 90 дней уже производят себе подобных. В год 1 полувозрелый червь при идеальных условиях может дать 1500-2000 штук потомства. Под оптимальными условиями понимаются температура 19-25 градусов, влажность 70-75%, нейтральный корм, хорошая аэрация. В наших условиях при содержании в компостной куче, когда червь активно работает 200 дней, его воспроизводство будет вдвое меньше. Но многие садоводы-огородники размножают червей в домашних условиях и получают отличное многочисленное потомство круглый год. Я, правда, этим не занимаюсь. Особо следует отметить, что субстрат, заселенный червями, не издает неприятного запаха. Учитывая способность компостных червей перерабатывать любые вещества растительного или животного происхождения, их стали широко использовать для приготовления вермикомпостов биогимуса. Такие компосты созревают в 2 раза быстрее обычных и намного превосходят их по качеству. Дождевые компостные черви, домоседы, если их регулярно подкармливать и ухаживать, они не уползут из компостной ямы или кучи, а так там и будут находиться и работать на наше благо. Работа с червями очень интересна и простая. Они не болеют, зимостойки. От холода до от жары их нужно укрыть соломой или старыми листьями и полить их до оптимального уровня. Кормление и полив – основная забота. Несмотря на то, что черви перерабатывают любые органические вещества, корм должен пройти стадию разложения, иметь нейтральную реакцию среды в содержании протеина не более 50% и концентрацию аммиака не выше 0,05%. Это относится, как правило, к свиному навозу, птичьему помету, отходам мясобоин и другим промышленным отходам. В саду, в огороде чаще всего концентрируются отходы, пригодные для скармливания червям. От себя могу добавить, что когда я набираю садовую землю для приготовления яроссадного грунта, а готовлю яроссадный грунт, как правило, самостоятельно, дело в том, что вот эта вот садовая земля, она находится в гараже, она замерзает полностью, уже приношу домой комок такой ледяной, можно сказать, она оттаивает. И что вы думаете? Червячки оживают и спокойно переносят вот эти все неприятности. Я их никуда не выбрасываю, я их собираю, складываю в большие емкости для рассады, ну, например, клещевину, когда выращивание, у ней емкости под рассаду 4-х литровые, то туда их сбрасываю, они закапываются, и не мешают ни клещевине, ничему, и потом весной снова уезжают на участок. Вот такие попадаются черви-путешественники. Вот такое замечательное животное, дождевые черви. Рекомендую всем огородникам помогать им как можно, ну, а черви нас благодарят тем, что оказывают неоценимую помощь в выращивании растений. Они улучшают качество почвы, и, конечно, урожают этого только выше. Ну, и в конце пожелаю, как всегда, всем огородникам хороших урожаев и всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok